Здравствуйте, это снова я. В общем, у меня телефон выключился. Ой, не телефон, камера, фотокамера. Я снимаю на фотокамеру. Конечно, памяти мало. В общем, я продолжаю там. Я остановилась на том, что, как бы, комментарий, конечно, молодого человека написал, написал, не зная. Наверное, к тому, вот, наверное, ему в 2006 году, вообще, не знаю, сколько мало лет, он, наверное, просто не помнит вообще, какая тогда была жизнь. Вот. Еще хочу вообще рассказать о том, что вчера Леша мне рассказал такую новость, вообще совершенно замечательную. Он когда повез русских с аэропорта, с Прата, с Барселоны, к нему подошла совершенно замечательная такая пожилая пара интеллигентная. Они сказали, что, а вы, говорит, не муж Татьяны Леши? Он говорит, да, да. Они говорят, мы подписаны на ваш канал, мы смотрим, и мы так, нам нравится видео, и благодаря видео Татьяны, значит, мы выбрали это путешествие в Рейдемар. В общем, я скажу, что я два дня была в такой эйфории, в таком просто, в таком приподнятом настроении. Большое, конечно, спасибо. Каждому человеку хочется, чтобы похвалили его труд. Я просто, как бы, вдохновилась. У меня снова идеи всякие, как снимать видео. Я хочу сказать, что я тут с одной девушкой очень интересной познакомилась. Она украинка, она из Львова. И, в общем, она тут сама снимала некоторые фильмы. И так как пока у меня вообще проблема с камерой, там, в общем, звук не записывает, придется мне обратно нести камеру в починку, в мастерскую. Или, может, я там, когда устанавливала, может, что-то не то нажала. Ну, в общем, будем надеяться, что с камерой все будет хорошо. И вот эта девушка, ее зовут Юлиана, она мне вначале дала, ну, как бы, свою флешку. Она попросила, чтобы я смонтировала, ну, вот, все эти кусочки. А она снимала такими маленькими кусочками. И вообще такой фильм получился такой динамичный, такой интересный вообще. И она мне его разрешила использовать. То есть я говорю, а можно я выложу его в YouTube? Ну, потому что, мало ли, там, она же себя снимала. Она говорит, нет, не проблема. И вот я вам скоро его, в общем, выложу, посмотрите. Фильм такой получился, ну, такой динамичный, незанудный, нормальный такой. Это, ну, в принципе, она там, конечно, говорит на украинском языке. Ну, ну, сам вообще фильм интересный. Да, в принципе, украинский язык можно понять. Я сама Савилиада смотрю. И вот я, знаете, вот то, что я с Хорвата понимаю, я хочу сказать большое спасибо Савилиаду, то, что вот я смотрела его видео, я смотрела его мастер-шеф. И вот, понимаете, вот я вот просто поражаюсь, я вам всем честно скажу, что вот в жизни вот все-все всегда пригождается, пригождается. Вот вроде бы я просто развлекалась, смотрела Савилиаду, но я параллельно, получается, очень много поняла украинских слов. И сейчас вот эти вот в общении с Хорватом, теперь мне пригодилось, что я знаю очень много украинских слов, и я и вот как бы... Потому что, например, когда он говорит просто, чисто, например, с Лёшей, Лёша не знает украинские слова. Даже мой папа украинец, но как-то Лёша особо не общался с украинцами. Вот. И скажу, что очень вообще вот это помогает, потому что Лёша когда сидит, он говорит, я ни слова ничего не понимаю, о чем он говорит, как ты его понимаешь. А я говорю, скажи спасибо Савилиаду, то, что вот я мастер-шеф смотрела, что вот это... Я всю... Вот пока Савилиад был мастер-шеф, блин, я так смотрела, так ждала, вообще мне так нравилось. Ну, вообще, конечно, Савилиад это просто вот такая вот творческая личность, он такой интересный такой вот, вообще очень интересный. Очень неприятно, когда вот он рассказывает, что люди пишут ему неприятные комментарии, я просто не понимаю. Еще, знаете, я хочу сказать, что вот есть такая мерз... мерзкий блогер такой, скрытая камера. Вот. Просто как бы... Я вот его посмотрела, я на него не подписана, но я ему комментарии не ставлю, ну, вообще, чтобы он никак в Ютубе не продвигался. Я просто вот, как бы, ну, посмотрела, ну, чтобы посмотреть, потому что все везде пишут, что он мерзкая личность. Я просто решила тоже, мне же надо посмотреть, тоже для своего мнения. Ну, вообще, я вам скажу, что какой-то человек то ли не уверен в себе, то ли какой-то он, ну, какой-то, ну, совершенно мерзкий какой-то, видимо, внутри, что ли, человек. Ну, такие вещи какие-то, зачем это ему надо, я не понимаю. И это вот все время он ходит снимать, какое-то говно, какие-то сарай, ой, в общем, человек абсолютно, видимо, негативный какой-то, и жизнь у него такая негативная, и счастья ему не будет, что он вот так о людях плохо говорит, не знаю, нельзя. Я считаю, что никогда людям нельзя не говорить плохо о людях, не желать тем более плохого, потому что это как бы гумерант, потом оно тебе обратно все вернется, так я думаю. Вот, ну, вот все, что вот это я хотела рассказать о том, что, естественно, мне очень нравится в магазине вообще общаться с людьми. Они, в основном, они даже по третьему разу приходят, мне просто спрашивают, как банкоматом пользоваться, как там, как лучше доехать, как что. Я, знаете, от души я всем всегда рассказываю, все помогаю. И когда, вот, интересно, даже испанцы заходят, что-то спрашивают, я тоже, вот, они говорят, какая вы амабля, ну, что, какая вы такая приятная женщина. А еще, я вот даже скажу, что, вот, как бы, я в этой коллеге, у меня два раза там были пробы, один раз в магазин сумок, и меня, в общем, не взяли, непонятно почему, это было так неприятно, я даже не поняла, почему меня не взяли. И, вы знаете, вот сейчас, как бы, вот это, сейчас я недавно, ну, как бы, испытала такую, как бы, я не знаю, как это объяснить, что удовлетворение, что ли, что, в общем, эта хозяйка этого магазина пришла. Я вначале ее не узнала, ну, что, это было в прошлом году, я, что, они, они каталанцы мне все на одно лицо кажутся. И она пришла, и она про серебро спрашивала, я про серебро, и все хорошо рассказала, про браслет, так это, и она так на меня смотрела, и она так это вообще, ну, как-то, ну, ошарашенно вообще смотрела, там, потом сумку, сумку показала, я ей сумку открылась и показала. В общем, человек как-то так интересно реагировал, я уже даже начала нервничать, думала, что-то я не так делаю, или что такое. А потом, потом, когда я пошла по улице, у меня вот как раз тогда я обедала, в коллегии жила, и, ну, практически жила, то есть домой только начинывать ездила. И когда я шла на сиесту, значит, покушать, я как раз, ну, мимо этого магазина проходила сумок, ну, там, значит, торгует девушка молодая русская, а это хозяйка, она каталанка, такая, в возрасте, вся с прической, вся с маникюром. И когда я мимо проходила этого магазина, я заглянула, я ее узнала, я вот в этот момент чувства вот такого самоудовлетворения у меня было, что, видимо, человек зашел, и, видимо, она поняла, что она, ну, вообще не это, ну, как бы неправильно меня оценила, и, ну, как бы, ну, я думаю, что она сейчас сидит теперь и думает, что она это ошиблась, ужасно ошиблась. Я хочу сказать, что испанцы нас не понимают. Нет, не понимают. Для них наше поведение очень странным, кажется, вообще, ну, конечно, тяжело, тяжело. А вот они, я говорю, что они выбирают таких хамоватых, невоспитанных девушек. Извините меня, конечно, но это так, потому что у меня такой случай был. Одна из девушек, которая тоже работает, ну, ей лет 36, наверное, она работает по нашей улице, в магазине там тоже обуви и сумок, Марипас называется. Она как-то, видимо, у нее был выходной, у нее приехали, видимо, какие-то родственники из ее Волгограда, она понесла Волгоград, вот, и они зашли в мой магазин. И девушки эти две, они сразу кинулись к нашим сумкам, ну, потому что у нас сумки, они, я говорю еще раз, что у нас хорват, и у него славянский вкус, и он выбирает те сумки, ну, которые нравятся славянам. Естественно, в других магазинах там испанский вкус. В общем, опять у меня фотоаппарат отключился не вовремя. В общем, я продолжаю про эту девушку, про продавщицу. Там у нее как раз оборвалось. В общем, у нее, видимо, был выходной. И к ней приехали, видимо, подруги с ее Волгограда. И она их ходила, развлекала. Она такая под шофе была, выпившая. И девушки, она зашла в магазин, тут вот это, решили они посмотреть сумочки. Значит, девушки сразу же кинулись сумки, стали наши рассматривать. Я хочу сказать, что вот у нас хозяин хорват, и у него такой вкус славянский. Поэтому, как бы, нашим вообще русским очень нравятся наши заряди сумки. Вот, потому что испанский вкус мне тоже очень нравится. Ну, и вот. И они, как бы, кинулись, и сразу же кошельки достают, даже не рядятся и хотят купить. Это ее так возмутило. Она начала наезжать, что это вы у нее сразу покупаете, у нее ничего не покупаете. А у нее в двух раз, и даже не торгуйтесь. Вот сейчас мы посмотрим, какой у нее уровень профессионализма. Пусть она нам, типа, вначале расскажет про эти сумки. Но я взяла, все рассказала там про сумки, все, что знаю, без запинки. Еще по пять раз на дню рассказываю. Я все это рассказала, всю информацию показала, вывернула, все, подклад, там, замки, все. Фирменный знак показала, про фирменный, что она сказала. Вот. И... Ей вообще это очень не понравилось. Она, видимо, не знает, чего ожидала. Видимо, обратного результата, что она меня... Как бы уедет меня, но ничего у нее не вышло. Тогда она стала просто нагло обсирать наш магазин и наш товар. Она начала говорить, что все, она врет, что это никакая не фирменная вещь, что это не кожа. Я сказала, у нас есть сертификат, качество мы можем показать. Она на этом не остановилась. Она говорит, нам не нужен ваш сертификат. Мы будем сами сейчас ее все выворачивать. Я говорю, что вам, подклад, что ли, будем от парочка показывать, что это, на самом деле, кожа. В каких местах можно, пока, значит, показали. Она этого недостаточно. Типа, я говорю, посмотрите, вообще, сам дизайн, вообще, как бы, запах какой-то. Ой, да вы там набрызгали. Ну, в общем, всякую ерунду. И, в общем, я так все достала. Я просто сразу перешла на испанский язык. На испанском языке я бегала, разговаривала, не задумываясь. И я вот на испанском языке сказала, что так делать нехорошо. Заходить в чужой магазин, осуждать товар при клиентах. Это некрасиво. Это невоспитано. Где вас девушка воспитывали вообще? Это так никто себя не ведет. Я говорю, могу просто завтра зайти в магазин ваш и вашей хозяйке рассказать о вашем поведении, что вы здесь люди так не делают. В общем, она испугалась страшно. И она закричала, что я теперь облита дерьмом. И что я теперь должна выходить из вашего магазина облитой дерьмом. Ну, извините, извините. А на что вы, собственно, надели? Я не могу снимать в квартире. У меня там такая темень. Ну, просто ничего не видно. Вот. И, собственно, мадам, а на что вы надеялись? Почему она была так уверена, что я там язык прикушу там и буду там ее бояться? Кто она такая? Она никто. Она не хозяйка. И я даже... У меня вот возник такой момент в голове, что на мой испанский язык она не ответила мне по испанству. Значит, у нее испанский язык тоже какой-то, видимо, на низком уровне. И вот почему испанцы предпочитают таких женщин брать, я не понимаю. Ну, вот, ну, может, им кажется, что они именно вот такие темпераментные, как испанцы. Они же не понимают, что она хамка. Они не понимают, что базарная баба, что она не воспитана, что она просто не умеет с людьми даже разговаривать. И вот это очень грустно и это очень обидно, что испанцы, они этого не понимают. Они вот это хамство, вот это вот бескультуре, они вот почему-то, они, видимо, это воспринимают как темперамент, видимо. Ну, мы все-таки вот из холодной стороны, мы все равно люди очень холодные. Мы свои эмоции не покажем на лекции. Мы разговариваем спокойно, выдержанно. Их это не... Испанцы, это не гафа не устраивают. Испанцам надо, чтобы ты орала, чтобы ты там... 20 слов в секунду выдавал там, ну, чтобы ты вот вся как шарнир крутилась. А вот так себя ведут только вот эти хамки, видимо, базарные. Вот они вот так, ну, такие вот они шустрые. Ну, я не знаю, я, конечно, может, для какого-то товара это и нужно, чтобы такая была женщина. Может, для того... Я, знаете, думаю, для какого товара вообще нужна такая хамоватая девица. Вот, наверное, же, если это дерьмо, если вот этот товар дерьмо, его надо втихнуть, то, наверное, вот это и надо пихать, вот так не заболтывать, и вот, что попало болтать. А когда у тебя на прилавке качественный товар, я думаю, что ничего не надо, не кричать, не впихивать. Надо человеку дать, чтобы он посмотрел спокойно. Надо дать, чтобы человек сам выбрал, что он хочет посмотреть. А потом уже ему показать, уже вот как бы качество товара объяснить. То есть происхождение. Заверить в том, что если они, значит, как моя вещь, ну, это так у меня говорит хорватец, если ты маешь и вещь, то есть ты купил, ты знаешь, что эта вещь тебе надолго прослужит, и что ты не зря заплатил деньги. А там вот, видимо, где продается дерьмо какое-то, которое через там две недели все и разлезется, и там не знаю чего, там вот, видимо, и нужна вот эта хамоватая баба, которая будет впихивать тебе, и что ты даже не успеешь помнить, и ты купишь. Но я хочу сказать, что с русскими это все равно не пройдет. Настолько мы уже научены вот этим, что у нас вот это вот даже вот само поведение, когда женщина начинает напирать и как бы предлагать товар, оно у нас сразу в голове, а, хочет какое-то дерьмо напихнуть. Ведь правда же, да, правда. Я говорю, что у меня вот в Люрид-де-Маре есть, я не знаю, 3-4 магазина, в которые я вообще не захожу, вообще. Потому что у меня стойкое подозрение, что там торгуют каким-то дерьмом. Потому что так настойчиво мне его впихивают, что у меня сразу такое подозрение, и это постоянно. А оно дешевое, оно дешевое. Но, например, мне слово дешевое не нравится. Мне не нравится. Дешевое – это значит плохое. В моем понимании, дешевое – это значит какое-то говно. Ну, лучше подороже чуть-чуть купить, ну, хоть ты как-то сезон проносишь, чем ты вот купишь уж совсем говно какое-то. И потом оно там через 2 недели у тебя все раздвезет. Ну, в общем, это мое мнение. В общем, пока не закончилось, опять у меня фотоаппарат. Я, наконец-то, попрощаюсь. Слава, это большое всем спасибо, кто меня смотрит. Передаю большой привет этой семейной паре, которые про меня хорошо сказали. Просто безумно счастлива, безумно горжусь этим. Вот. У меня уже 270 подписчиков. Конечно, может, это со сравнением, у кого там 10 тысяч мало, но я все равно и этому горжусь. Просто я как подумаю, что у меня 200 человек, 70 смотрит. Думаю, ничего себе. Вот. И, ну, в общем, я тоже, конечно, надеюсь, что я скоро тоже, как Марина, буду встречать у моих подписчиков, с ними, разговаривать. В общем, у меня масса идей, как я теперь буду по-новому снимать. В общем, даже если у меня эта камера не починится, то я все-таки сейчас работаю, я куплю нормальную камеру. Ну, ладно, до новых встреч. Буду стараться все-таки находить время, чтобы снимать видео. Буду, я вам обещаю, буду стараться. Большое вам всем спасибо, что вы меня смотрите, за все ваши комментарии, задавайте вопросы. На любые вопросы я отвечаю, мне просто нравится. Если вы не хотите, чтобы я негативные комментарии стирал, ну, я просто их стираю, чтобы вам было, как бы, не... Ну, если... Боже, я могу оставить. Меня они совершенно не задевают, потому что они какие-то бывают просто глупые и смешные. Меня они глупые и смешные. Я думаю, что, скорее всего, такие комментарии оставляют люди не особо в вашем отношении. Потому что подростки все-таки почему-то думают, что они, как бы, все знают. Ну, в общем, никакого опыта нет, ничего не знают, но они все уверены, что они всегда все знают. Ну, это, видимо, такое... Субтитры создавал DimaTorzok